Ну а сами депутаты до сих пор продолжают выяснять, в каком же виде принят законопроект. Законодатели успели обсудить почти 900 поправок. Большую их часть провалили, но некоторые все-таки были проголосованы. Например, исключено софинансирование. Теперь в нашей медицине должны быть только услуги, которые полностью оплачивает государство, и услуги, за которые полностью платит сам пациент. Тем не менее, некоторые депутаты утверждают, что софинансирование все-таки удалось вернуть в законопроект перед решающим голосованием, и часть услуг может оплачиваться и государством, и пациентам, чтобы люди просто не разорились на лечении. И вот это не пустые слова, разориться на лечении. Да, все понимают, что полностью бесплатной медицины в Украине давно уже нет, но все-таки часть расходов государство покрывало, и врачи уже сами могли решать, так сказать, с кого и сколько взять. Теперь вольницы не будет. Цены будут устанавливаться централизованно. А вот какими они станут, официальных подсчетов Минздрава пока нет. Но вот, например, Ольга Богомолец опубликовала документы, из которых виден, так сказать, порядок цифр. И это шокирует. Десятки и сотни тысяч гривен. Если пересчитать такие тарифы в средних пенсиях или зарплатах, то вывод может быть только один. Лечение в Украине наверняка может стать недосягаемой роскошью. Будем разбираться сегодня в этой теме очень подробно. Что конкретно изменится для пациентов? Что конкретно для врачей? Не закончится ли все это масштабными протестами? И есть ли вообще шанс, что эту реформу реализуют полностью? Начнем с материала Инны Томиной. Несколько месяцев баталии вокруг медреформы и рецепт выписан. 240 депутатов дают старт коренным изменениям в системе. Сначала преобразуют первичное звено. Николай не может быть платным. Это первая ланка, экстренная медичная помощь, палиативная помощь, ликование детей с 16-го года, пологи. Ульяна Супрун в Куларах активно рекламирует свою реформу. Вот только даже после ее объяснений остается слишком много вопросов без ответов. Предварительно на каждого пациента в год государство будет выделять 375 гривен на бесплатные услуги. Но как можно уложиться в столь скромную сумму? На все деньги пациент не может достаточно обслуживаться. Не достаточно для ликования, может быть, там где-то в стационаре, где-то в амбулаторе, в день-то в стационаре. Ничего не прописано. На остальные услуги врачей Минздрав каждый год будет устанавливать цены по специальной формуле. Сейчас пока над этим думают и составляют перечень того, за что государство платить не будет. За день до принятия реформы предварительные тарифы обнародовала депутат Ольга Богомолец. Суммы впечатляют. Кардиооперация от 60 тысяч гривен, удаление камня в желчном от 30 тысяч. При этом будут ли льготы для малообеспеченных и пенсионеров? Нет ни слова. А вот контролировать все финансовые потоки в медицине станет новая структура над службой здоровья. Хотя ее функции уже выполняют органы местной власти. Но вместо децентрализации теперь контролировать все будет один орган. И на его нужды обещают выделять не менее 5% от ВВП. Весьма лакомый кусок для коррупционеров. Ця национальная служба здоровья сама будет заключать договоры с лековальными установками. Сама будет платить за уже выполненную работу медикам. Вона сама будет на свой властный рост распоряжаться на следующий год. 96, а может даже больше, миллиардов гривен будет концентровано в руках одной службы. И дивно еще то, что согласно закону 63-27, эта служба будет сама себя и проверять. Кроме финансов, нацслужба здоровья должна контролировать качество медуслуг и быть посредником между пациентом и врачом. Ведь теперь путь в больницу будет лежать через договор. Вместо обычных участковых терапевтов появятся семейные врачи. И каждого пациента обяжут заключить с ним контракт. До ноября люди должны выбрать, у кого лечиться. Задача не из легких, считают сами врачи. Это Татаровская сельская амбулатория в Ивано-Франковской области. Здесь обслуживают людей из близлежащих горных сел. За два месяца врачам придется обойти более 5000 пациентов. И десь в листопаде месяце я уже буду идти безпосередньо, сколько в день успею, по хатах, так сказать. Кто здоровый, лучший, то будут приходить сюда, мы запрошуем в амбулаторию и будем записывать, они будут писать заявы. Заработки врача будут напрямую зависеть от количества обслуживаемых пациентов. Но не пострадает ли в этом случае качество? Еще одна новация реформы – электронный реестр. Идея хорошая, вот только для украинских реалий – это вызов. Во-первых, его не могут запустить уже три года, а во-вторых, треть украинских больниц не то что к интернету не подключены. У них даже качественной телефонной связи нет. Закарпатье, Ставное. Село Горное, отдаленное от райцентра, километров 40. Здесь даже нет газа. В местной амбулатории еще печное отопление. О медреформе здесь слышали, но как ее внедрять, не понимают. Это база данных пациентов. В амбулатории ни компьютера, ни денег нет. Не готовы. Компьютера у нас нет. Все у нас через бумажную работу. Не готовы. Коста нет. Нам даже не дают денег на риску и по колку дороги. Есть в Ставном и пункт скорой помощи, который обслуживает 16 сел. На все экстренные вызовы вот это одна газель. Машина хоть и не старая, ей всего 7 лет, но поездив по горным дорогам, уже почти разваливается. Заднюю дверь водитель закрывает деревянным клином. Чтобы доехать на этой скорой до крайнего села Люта, по горным дорогам, нужно около 50 минут. Поездка экстремальная. Не каждому здоровому удастся ее пережить без последствий. То, что реформа нужна, местные медики не спорят. Вот только изменения необходимы системные. Как минимум, люди должны быть уверены, что при необходимости быстро доберутся до больницы, в которой будут нормальные кареты скорой помощи, все необходимые лекарства и врачи. Инна Томина, Жанна Дучак, Марина Коваль, Юрий Ковалев, Зиновий Автонас и Валентин Беличев. Подробности недели. Телеканал Интер.